здравствуйте с вами канал вкусной огород борнову как уже не раз упоминал неподалеку от моего участка располагается великолепный сосновый бор это очень интересный ленточный бор таких инопланетит а всего ничего то есть довольно по-своему уникальный и вот конечно я не отказываю себе в удовольствие частенько его посетить просто побродить по лесу отдохнуть подышать неповторимым хвойным ароматом и немножечко отвлечься от суеты от различных дел поскольку находясь рядом вот с такими вот соснами конечно начинаешь чувствовать себя песчинкой в море жизни и вся суета она конечно ничего не стоит лес это прекрасно знает смотрит на меня но я вреда ему никогда не делаю и поэтому мы с ним хороших отношениях вот такие замечательные сосны сегодня хорошая погода птички поют тепло так что в лесу очень хорошо при желании можно набрать грибов кстати есть уже грибы но я грибы не собираю но однако энтузиасты уже находят причем грибы боровики уже появились говорят в небольшом количестве но все таки они есть но мне достаточно погулять по лесу это уже хорошо этот лес знаю с самого детства детство я провел в деревне неподалеку которая сейчас называется новые зори раньше она называлась штабка да и сейчас ее многие так называют там жил мой дедушка с бабушкой и вот в те времена уже этот лес был мне хорошо известен и несмотря на всю свою простоту этот лес тоже хранит немало тайн одна из них вот здесь перед вами вот это очень красивое лесное озеро казалось бы что в нем необычного какая здесь может быть тайна так вот должен заметить за 50 с лишним лет в течение которых я посещаю этот лес вот это озеро появилось относительно недавно всего лет пять назад до этого его просто не было вот не поверите вот на этом месте было ну можно сказать что болото небольшое но которое можно было бы спокойно перейти которая высыхала настолько особенно концу лету что можно было бы и ноги не замочить перейти вот на ту сторону это болото называлась раньше да и сейчас многие его называют журавлиная и вот оно было болото как болото такое даже не очень сырое часто пересыхающие вот именно в этом болоте прямо посредине я набирал торф здесь очень хороший нейтральный торф и заезжал прямо на машине вот на средину вот этого сейчас озера и там спокойно набирал торф что произошло лет пять назад даже не знаю и вот в один прекрасный сезон это болото превратилось в озеро и озеро не такое уж и мелкая глубина здесь под два метра в некоторых местах естественно здесь завелась откуда-то рыба я уж не знаю откуда она здесь взялась сейчас здесь можно наловить карасей ну и другая рыбешка тоже есть ну действительно озеро самое настоящее лесное озеро вот такие тайны хранит вот этот наш замечательный ленточный бор ну я ничуть не расстроился что теперь торфа здесь мне не набрать зато вот такое есть озеро торфа можно набрать и в другом месте и вот каждое лето раньше частенько и зимой правда последние годы зимой редко стали посещать этот лес раньше ведь приезжали и ходили на лыжах вот сюда вот с этой горки вот катались небольшой но зимой конечно все сложнее а вот летом частенько этот лес посещаю иногда в него заезжаю на мотоцикле иногда пешком схожу но хотя бы на часик стараюсь уделить время походить побродить просто постоять но иногда полежать на травке если комары не докучают вот к слову сказать сейчас комаров что-то особо это и нету к счастью видимо ветерок небольшой их распугал вот стрекоз уже видно много летает в лесу здесь тоже и коршуны хозяйничают какие-то и чайки гнездятся вот на этом теперь озере вон она летает чайка журавли здесь есть еще какие-то птицы водоплавающие в общем-то здесь идет очень активная жизнь так что вот такой замечательный наш сосновый бор еще есть рядом с садоводством пруд оттуда мы берем поливную воду ну это отдельный разговор а вот это озеро появилось недавно преимущественно в лесу растут конечно сосны вот видно вот такие вот сосеночки сосновый бор он отличается от всех прочих кто был в таком лесу те знают что конечно здесь особое ощущение не зря есть поговорка в соснике молиться березняки жениться в ельнике удавиться но не знаю ельников вот здесь в округе нету никаких березняки есть ну сосновый бор наиболее часто посещаю так что могу заверить что здесь конечно очень хорошо и делать ничего не надо просто постоять вот рядом с этими соснами полюбоваться на них можно попытаться с ними пообщаться иногда это получается иногда нет самое главное относиться к лесу с добром и он отплатит тем же не понимаю людей которые портят лес ну тут уж делать нечего это отдельный разговор так что пожелаю всем зрителям канала у кого есть возможность почаще посещать вот такие вот места все таки это глубокое заблуждение что человек главенствует на планете это не так на мой взгляд все существует в гармонии и наша задача ни в коем случае ее не разрушать только в этом случае мы все можем выжить так что давайте радоваться жизни ходить в лес любить лес всем всего самого доброго до свидания